День рождения Великого Баса уроженца Чувашии Максима Михайлова отметили в Чувашском театре оперы и балета. Специально в честь 120-летия со дня рождения прославленного оперного исполнителя устроили большой голоконцерт. На сцене только дипломанты и лауреаты третьего международного конкурса молодых оперных певцов имени Михайлова. На праздники музыки побывала и наша съемочная группа. Театр оперы и балета стал заполняться задолго до начала музыкального праздника. Именно сюда в воскресный вечер торопились те, кто любит и ценит оперное искусство. Это очень значимое событие, без преувеличения. Вы сами видите, это народ как реагирует, как голосует за это мероприятие. География участников, во-первых, она увеличивается и ширится. У нас на сегодняшний день здесь и китайцы, и Нидерланды. По признанию самих членов жюри конкурса, им было нелегко. Из 45 конкурсантов эксперты выбрали лишь 15. Именно столько вокалистов дошли до финала и получили почетные звания дипломантов и лауреатов. Среди них, что вдвойне приятно, 4 вокалиста из Чувашии. Лауреатам вручили денежные вознаграждения, но главной наградой для многих из них – возможность получить путевку на большую сцену. Весь уровень этого музыкального праздника высокий. И Чувашии очень хорошо показались, у вас хорошая академия, хорошие педагоги. И Новгород прекрасно показался. Жюри почти единогласно решили свой вердикт, но я очень рад, что много лауреатов. На Чувашской сцене гости из Китая. Сунь Лу стала лауреатом второй премии. Уже 8 лет она живет и учится в России. Но в подобном международном конкурсе участвует впервые. Мне очень понравилось и мне очень нравится этот конкурс, потому что здесь участники, все обряды очень выше уровня. И мне чувствую очень счастлива. А вот Диана Волкова не новичок конкурса. В Чебоксарах второй раз. Члены жюри отметили ее профессиональный рост. Предыдущий фестиваль, конечно, дал мне большой рост, потому что я получила очень ценные замечания от членов жюри на мастер-классе. Ну, такие жесткие достаточно замечания. И как-то я стала работать над этим, и результат не заставил себя ждать. То, что подобные конкурсы помогают раскрепоститься, почувствовать зрителям, учат быть единым целым с оркестром, отмечают и другие участники гала-концерта. Любой конкурс, любой фестиваль – это школа. В первую очередь это experience, это работа с замечательными музыкантами, коллегами. Ты на этом этапе, ты учишься, растешь, слышишь что-то новое, получаешь новую информацию. Для меня это большое счастье петь с оркестром русскую музыку, потому что в Бельгии она звучит не так часто, к сожалению. И находиться в России, петь русскую музыку с замечательным дирижером, потрясающим музыкантом, получать удовольствие. И стоя на сцене во время исполнения конкурса – это непередаваемые ощущения. Такие же непередаваемые ощущения испытывал в этот вечер и солист Чувашского театра оперы и балета Андрей Николаев, ставший лауреатом первой премии. Причем подарок в этот день он получил не только из рук министра культуры Чуваши, но и своей супруги. Когда в 7.30 утра я узнал, что у меня родился сын, я просто взлетел. И это настолько символично, что именно в этот день, день рождения Максима Дальбиноновича Михайлова, в конкурсе, в котором я участвовал и победил в этом конкурсе, это просто фантастика. Причем молодой отец уже успел поддержать новорожденного на руках и даже спел для него басом. Андрей Николаев не исключает, что сын пойдет по его стопам и будет прославлять имя Максима Дармидонтовича Михайлова и родной Чувашии. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.